здравствуйте дорогие друзья вы смотрите программу главное я фархад ибрагимов вместе с историком обозревателем телерадио ведущим ги саралидзе обсуждаем главные события недели прошедшие как у нас стране так и за ее пределами георгий тамазович я рад вас видеть приветствую фархад приветствую всех наших зрителей георгий тамазович надо сказать что за прошедшие семь дней прошло очень много событий в принципе не можем не поговорить о том что происходит на ближнем востоке на в секторе газа прекрасно понимаем с вами что ситуация она с каждым днем все становится все хуже и хуже хотя некоторые считали что вопрос двух трех дней но мы с вами в прошлой программе говорили о том что это дано долго долго помимо того что происходит в секторе газа президент россии владимир путин отправился в китай с официальным визитом провел там встречу с председателем кнр си цзиньпином достаточно сказать это очень важное событие и вот как раз таки сегодня 18 октября 2023 года президент владимир путин в пекине дал такую небольшую пресс-конференцию отвечал на ряд наиболее актуальных вопросов связаны в частности и с российско-китайской повесткой и ситуации в секторе газа и по украинскому вопросу тоже конечно же журналисты что называется прошлись вот об этом мы сегодня поговорим потому что действительно визит нашего президента в поднебесную является одним из самых важных не только для россии событий на я сказал бы для мирового масштаба потому что все сейчас на это обращают внимание о чем могли договориться о чем говорили в принципе георгий тамаш тогда по порядку здесь на самом деле нет порядка это в общем все происходит одномоментно и все связано и эти встречи кстати не только с орбаном хотя конечно все отметили потому что европейская страна входит пьес в нато но встречался с другими руководителями других стран и вьетнама в частности лаоса вот это тоже очень важная встреча кстати вьетнам один из главных сейчас партнеров соединенных штатов америки и торговых и видимо не только в этом регионе поэтому само участие и сам вот этот формат общения он очень интересный конечно все внимательно следили за тем как будут встречаться два руководителя двух стран которых сейчас называют там чуть ли не осью зла вот китая и россии и по этому поводу конечно много истерики было в западной прессе что вот они еще сближаются они могут это они могут то на самом деле отношения как президент абсолютно четко российский заметил они 20 лет строятся и для того чтобы они вышли на тот уровень на который они сейчас вышли нужно было кстати в этих взаимоотношениях решать очень болезненные такие доставшиеся из прошлого проблемы в том числе и демаркации границ там спорных территорий так далее вот по этому поводу кстати многие критиковали некоторые решения но для того чтобы двигаться вперед и президент об этом сказал россии нужно было эти припоны эти болезненные вещи убрать из отношений понятно что есть суверенные интересы китая и россии понятно что они не могут не всегда совпадать марка какие-то вещи могут наши страны и руководители смотреть по-разному но то что и одна и вторая сторона проявляет гибкость в этих отношениях и понимает да и умеет донести и вы и не стесняется это обсуждать это факт вот и поэтому все те кто начинают там говорить о том что нельзя там что якобы то ли россия там может быть поглощена да вот этой политикой такое китая то ли еще что-то то ли китай будет зависеть только от российских энергоносителей об этом тоже кстати на западе пишут это все это все имеет место быть то есть может обсуждаться но то что две страны вышли на очень серьезный интеграционный и очень серьезный союзнический уровень это абсолютно точно на вот и кстати по поводу ближнего востока позиции как никогда близки россии китая и та и другая страна заявляет о том что нужно решать вопрос с палестинским государством вот и кстати все те предложения да там которые по созыву совбеза оон по каким-то голосованием китай и россия голосуют и поддерживают друг друга однозначно в этом вопросе кстати вот совсем недавно россия вновь вместе с объединенными арабскими евратами потребовала после вот этой страшной трагедии в госпитале потребовали созывы и китай тут же поддержал то есть он присоединился к этому вот и здесь наблюдается такое единение чего не скажешь о других странах президент сша байден прибыл в израиль оказал такую всецелую моральную поддержку израильской стороне за их о том что правда стране израиля и что в принципе израиль борется с терроризмом намекая на группировку хамас там очень сложная идет игра на мой взгляд ну я сейчас не буду корчить из себя великого специалиста по ближнему востоку но судя проанализируется уже потому да что пишут аналитики что говорят но если вообще проанализировать до события которые произошли американцы ведут очень опасную игру с одной стороны в общем то что полыхнуло так серьезно дает им возможность вернуться на ближний восток с которого они постепенно так отползали не окончательно конечно но все таки с другой стороны и это показала вот эта трагедия с этой больницей о том что ну настолько взрывоопасная ситуация и настолько может оказаться соединенные штаты втянуты противостояния с не только с арабским вообще с мусульманским миром что вот очень тонкая вот эта досточка по которой они идут кстати это в этом во всем и выражается там во первых сразу там приезд блинкина который попытался там и с одной стороны поддержать израиль с другой стороны каким-то образом и надавить на тех кто может вмешаться да про иран они говорили что если хазбалла вмешается или кто-то еще вот происходящее то может быть дан там вода же вооруженный ответ а что на иран нападут ну я говорю то что и нет нет вот просто размышляем что нападут на иран наверное может могут объекты как то что это первый раз что ли могут какие-то объекты подвергнуть бомбардировки да там или еще что то понятно что американцы не хотят это подчеркивает не хотят втягиваться да все что они нашли это 2000 морских пехотинцев которые якобы будут там в регионе это то и пока дело там ближайшего будущего а может и не ближайшего посмотрим пока только но вот они двинули свои там авианосные группы вот с другой стороны тот же блинкин который попытался организовать да там встречу в иордании от которой из-за вот этого удара по больнице пришлось отказаться а ведь там должен был быть байден и там должны были эта встреча должна была пройти она была отменена в последний момент в иордании причем сначала и руководство иордании сказал о том что они отменяют потом все те кто должны были участвовать а там и саудовская аравия египет да соединенные штаты должны были участвовать в общем все сказали что да не не вовремя на самом деле конечно очень хотелось бы американцам чтобы они такую образовали но не коалицию но во всяком случае группу государств региональных которые бы заявили о том что они не приемлют террористические методы хас хамас ну хотя бы так они понятно что все равно все осудили израильскую военщину как это принято у нас было говорить в определенное время но при этом были бы такой занимали бы такую более-менее нейтральную позицию вот этого не удалось вообще надо сказать что вот это бомбардировка больницы и те страшные жертвы которые после него добыли она вообще изменила очень сильно картину картину дело в том что израиль на мой взгляд сам виноват во многом причем именно виноват в такой информационной что ли да вещи они после этого вот нападения которые шокировала израиль и заставила и нетаньяху и его и вообще политиков израиля и военных очень для того чтобы как-то соответствовать до тому настроению которые у граждан израиля есть занять очень такую непримиримую что ли до оппозицию и все время ее транслировать и на мой взгляд они сильно перегнули палку потому что вот эти вот заявления про животных да с которыми они там будут бороться о том что ни одного там грамма гуманитарной помощи только значит тысячи тротиловых зарядов и вот это все и нам все равно и мы бы имеем право на это и мы не будем обращать внимание на сопутствующие жертвы это все мир услышан я понимаю что скорее всего это все транслировалось на внутреннюю аудиторию но ее слышали все остальные и поэтому вот эта непримиримость вот это я бы сказал на грани фола те заявления которые а иногда за гранью фол которые были сделаны они подготовили вот то общественное мнение которое после этого удара взорвалось вот просто вот они говорили говорили что нам все равно мы будем до конца мы мы там и вот тут случается такая вещь и да на израиль начинаем сейчас выбрасывать информацию поле что это не мы что это там случайный пуск что это вас я не знаю не мы не наши сейчас зрители не очень многие из политиков и уж тем более журналистов не знаю доподлинно что там произошло чья это ракета прилетела или бомба сейчас будут инсинуации сейчас будут каждый будет трактовать как он считает нужно но есть некий фон информационный на котором это событие произошло так вот сами израилетяне подготовили общественное мнение во многих странах в мире что это сделали они потому что они до этого говорили что мы не остановимся ни перед чем ну вот да вот результат вот вы сказали что вы не остановитесь перед чем вот результат вашей такой решимости и здесь и против этого будет играть очень тяжело сейчас можно сколько угодно там выкладывать они там якобы переговоры чьи-то вообще за обратите внимание и хотел бы чтобы наши зрители обратили внимание ну казалось бы мы достигли такого уровня технологий и технологических когда все по отслеживается камеры все работают всегда видно откуда что прилетела взорвалось кто выстрелил это как только случаются вот такие вещи вдруг оказывается что спутники не работают что камеры выключены что у одних значит информации они это подтверждают своим видео одна а у других другая что тут же появляются не якобы какие-то записи то есть уровень возможность с одной стороны объективного контроля а с другой стороны возможность создания фейков такой высокий что разобраться и добраться до истины очень часто практически невозможно и каждый будет верить в то во что он хочет верить или в то что подсказывает ему его интуиция или склад ума и так далее так вот вот этими своими заявлениями такими иногда за грани фола израиль подготовил общественные мнения в мире которые так было не очень на его стороне они подготовили вот этот взрыв и мы видим испания в мадриде мы видим германия франция голландия я уже не говорю про мусульманскими который практически весь взорвался великобритания который практически весь взорвался и требует остановить вот этот геноцид палестинского народа как они это называют несколько моментов вы упомянули по поводу спутников и то что почему-то все внезапно эти спутники перестают работать вот нашим с вами футболе любимым георгий томазович нарушил человек вот на прошедшем чемпионате мира камеры все фиксируют где футболиста нарушил чтобы ему дать красную карточку или там желтую вот все показано четко вот почему сейчас так не может работать например с этими самыми ракетами в чем кроется причина странно конечно это это я не могу сказать ну наверное там все-таки разные вещи но суть да я как раз вот в этом и выразил что как только происходит вещь где но очень важен да это такая действительно реперная точка от которой либо за одних либо за других и здесь вот происходит такой сбой но я обратил бы внимание конечно как средства массовой информации где-то однозначно на израильскую сторону вот где-то там даже по-моему британской в одной из изданий сначала вышла статья после израильского удара потом израильский просто после бомбовых ударов израильские убрали как бы непонятно чей вот просто удар да вот какой-то удар вот прилетела откуда-то и наполнитель ну вы знаете на самом деле вот это такая новая реальность которая основана на иногда иногда на фейках а иногда просто на изъятиях мы очень хорошо видели вот когда говорили тут недавно о трагедии хиросимы нагасаки да вот и там же вот было вот надо было вот так выстретить чтобы заклеймить нехорошесть ядерного оружия вот но при этом не упомянуть о том кто же это сделал и даже там передернуть и сказать чтоб вот в тот момент когда мы там отдаем дань погибшим сотням тысяч людей которые вот погибли от ядерного удара в этот момент россия опять опять грозит миру ядерным оружием то есть получается что вы виноваты что вроде как россия виновата в трагедии нагасаки хиросим вот примерно то же самое происходит то есть пишут вроде все правильно там сотни тысячи погибших пострадавших ужас да там гуманитарная катастрофа но при этом совершенно не а кто это сделал а кто виноват вот как то так георгий томасович возвращаясь к теме визита президента путина в китай конечно здесь бы мне хотелось отметить и обратить внимание на несколько таких на мой взгляд основополагающих вещей которые были высказаны российским лидером ходе данной им пресс-конференции вот например он заявил что удар по больнице в газе трагедия гуманитарной катастрофы рассчитываю что она будет сигналом что конфликт надо заканчивать также он отметил что у него сложилось впечатление что основные игроки не хотят углубление паристины израильского конфликта причем он это сказал на основе своего общения личного с руководителем этих стран значит более того что были проведены встречи с премьером венгрии из вьетнам главой вьетнама и не только еще намечается встреча российского президента с примером пакистана шарифом там много там много до этого собственно телефон разговора это к вопросу об изоляции вы меня с языка вопрос очень долго задавали я хотел растянуть просто удовольствие понимаете сказать нашим зрителям некоторым нашим драгоценным особенно о том что до этого встреча в бишкеке саммит снг там были проведены колоссальные встречи телефонный разговор с ближневосточными значит или деятели причем с обеих сторон я хотел подчеркнуть а значит шо с изоляцией да не было никогда изоляции существенно достаточно посмотреть на географию нету байден сейчас нам всем рассказывает загонит в угол нашего президента что он сказал добьет или что там еще там что-то добьет я бы не обращал внимания на то что говорят президенты соединенных штатов америки уже давно если честно особенно байден увлекательно увлекательно смотреть на то как он ходит особенно по лестнице но вообще если абстрагироваться от того что это человек представляет огромную и мощную действительно страну до серьезным потенциалом самый большой страшный как нам рассказывали армии вот с невероятно большим ядерным потенциалом который везде сует свой нос когда вот видишь этого человек который вечно спотыкается теряется в пространстве там здоровается с невидимыми нам людьми в общем становится с одной стороны конечно страшно с другой страны неудобно вообще я неловко да по своему воспитанию все-таки человек который очень с большим пиететом относится к пожилым людям и мне в общем такой совсем уж издевательство над ним даже когда это было по отношению к леониду ильичу а я был еще брежневым да я был совсем молодым человеком мне и тогда это не нравится да вот анекдоты когда это ковер но пожилой человек в нашей традиции особенно кавказского вызывает уважение поэтому мне честно скажу сказать что вот прям нравится вот это ерничание с другой стороны я понимаю что это ну это невозможно когда такой человек вот с такими проблемами здоровья представляет такую огромную сильную большую и важную себе распрощение ли это лишь войну прошел от начала до конца как никак на самом деле байден с точки зрения политической тоже заслуженный человек он нам неприятен безусловно да по своим взглядам там тому что он делал но он был заслуженный политиками является и другое дело что ну видимо есть здоровье есть возраст опять таки я вот говоря об этих нюансах потому что все таки люди должны понимать чем дело хотя очень красивую характеристику дал ему все таки президент владимир путин не вот да и на на не став вот это все отвечает вот этот назвал очень опытным политикам но тем не менее заключение вы сказали про наша кавказская что называется вестник кавказа я не могу мне просто не спасите у вас значит вот что буквально коротко из грузии пришли очень интересные сообщения конституционный суд грузии фактически разрешил значит право из значит импичмент против отношений президента конституционный суд признал что что такое что президент грузии президент сейчас нам говорили вот она нарушила закон потому что есть очень четко так как в грузии это четко прописано взаимоотношения президента и парламента это парламентская республика грузии поэтому президент усеченные права и там абсолютно четко так сразу что президент не может без одобрения парламента представлять страну как президента ездить и встречаться с лидерами других стран это прерогатива премьера дело не прерогативе просто парламент должен это разрешить а вот так да то есть президент если он отправляется какой-то турне он спрашивает у парламента разрешение на свои вот это свои эти визиты не может он без одобрения парламент это нарушила в прямую причем ей когда она собиралась ехать парламент специально да был там заседание парламента которые ей абсолютно четко и прямо сказали что вы не должны туда ехать и принимать участие вот в этих встречах она все равно поехала а куда если я уже не помню это но это в европу был а ну все понятно европу назад на запад на запад безусловно и там значит она встречалась а это был момент очень сложные с политическим кризисом и так далее в общем это она явно играла на на руку оппозиция говоря плюнула на то что решил парламент совершенно совершенно причем она не просто на парламент на закон который существует на почему конституционный суд принимал решение потому что в общем это входит в основополагающие законы по которому живет политическая как так на западе говорит что конституционный суд просто причиняется премьер-министр что он ему скажет то это они могут говорить что что угодно но очень а раньше он значит когда им нравился парламент он не подчинялся ну есть в грузии есть конституционный суд значит в грузии ничего не говорят по поводу конституционного суда франции сша великобритании вот они что там принимают может быть они тоже могут сказать что вы знаете ваш конституционный суд как-то нам могут не очень нравится вот что-то в нем не так но как-то грузины спокойно говорят это ваше дело поэтому и ждут того же самого от других стран что это наш конституционный суд и он принимает те решения которые он считает нужно это наше внутреннее дело вообще вмешательство но такой беспардон этого хамское вмешательство на протяжении уже нескольких лет которые позволяют себе так называемые демократические страны он просто зашкаливает да вот этот уровень цинизма просто когда оказывают давление ну совсем уже на внутренние вопросы вот по поводу законодательства там какого-то и так вот поэтому до конституционный суд но собственно он не мог другого я бы очень удивился если бы конституционный суд там черным по белому написано не может президент грузии без разрешения парламента ездить и перевести переговоры не может это все . грозит импичмент нет ей не грозит импичмент для того чтобы импичмент провести не хватит голосов в правящей коалиции вот да скорее всего нет вот голосование уже сегодня будет вот 8 но завтра либо сегодня вечером либо завтра у там станет известно но судя по раскладам там не пройдет не пройдет не импичмента не будет но это очень сильный удар конечно по реноме президента впервые в грузии ну там попытки были разговоры но чтобы вот так близко подошли к импичменту это в первый раз вот но если честно вот эта госпожа за рубешвили до которые вообще гражданка франции еще в недавнем прошлом который по-грузински это говорит с большим трудом вот она говорит с акцентом так сказать понятно что она уже давно в грузии находится она же работала в министерстве иностранных дел франции и было по чуть ли не послом по моему франции грузии а потом вы как-то так вжилась в общую историю захотел достаться да что это кстати очень большая ошибка правящей партии они ее поддержали на выборах а вот грузинская мечта да 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 это они и падя причем там не с первого раза не это удалось там долго значит мурыжили так они поддержали аж против них же идет да так вот так жизнь распоряжилась интересная расклада тем не менее георгий тамазович у нас к сожалению стекло время но у нас еще очень много чего что называется нам надо много чего обсудить конечно же поэтому безусловно мы с вами увидимся в следующих выпусках обязать георгий там аж спасибо огромное как всегда блестящий анализ спасибо нашим зрителям прежде всего которые нас и им безусловно в первую очередь дорогие друзья вы смотрели программу главное вместе с историком обозреватель и радио ведущим ги сара лиза призываю вас подписаться на телеграм-канал георгий тамазович который так и называется и мрл ссылку вы увидите в описании под этим видео и на своих экранах настоятельно рекомендую вам подписаться много чего интересного и полезного вы там узнаете но безусловно конечно же телеграм-канал ибрагимов и вестник кавказа на youtube подписывайтесь и оставайтесь с нами всего доброго